Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Карт Тарон. Сейчас огромное количество мальчиков абьюзеров. Чем отличается абьюзер от мужчины, который настроен на отношения? Абьюзер всегда сделает вас виноватой во всем. То есть это вы виноваты. Это вы тот, кто оттягивает момент, чтобы вы были вместе. Это вы, который не хотите его понять. Это вы, который не хотите оплатить какие-то там его потребности. То есть он будет вести себя, как маленький капризный ребенок, постоянно. И вот эти вот, когда начинаются перекладывания вины на вас, понимаете сразу, что мужчина ничего серьезного с вами не строит. Он будет с вами строить только эмоциональные качели. Потому что вы будете нервничать, доказывать, истерить и так далее. А он будет с вас забирать энергию, которая ему необходима для того, чтобы двигаться дальше. С таким человеком никогда ничего серьезного не построите. Даже можете не тратить на него время. Итак, давайте будем смотреть, будет ли он реально решать ваши какие-то проблемы, или он будет заниматься абьюзерством. Другими словами, абьюзер ли он. Здесь такой момент, смотрите, вообще он очень сильно нервничает и переживает. И не спит ночами, потому что у него сильная платоническая любовь. При этом у него сумасшедшая ревность. Из-за того, что может быть какой-то другой мужчина. У него, правда, вот это состояние ревности пройдет. Он переживает здесь из-за каких-то финансовых трудностей, проблем. То есть у него финансы поют романсы, деньги уходят сквозь пальцы. А он хочет от вас получить какую-то сумму энную. Но при этом есть любовь такая настоящая. И сексуально вы очень сильно его сейчас привлекаете. Вот. И он хочет, хочет, смотрите, разрушить ваш эгоцентризм. Да, потому что он считает, что вы его судьба. При этом у него у самого разрушается его эго. Да, то есть вы его корону сбиваете конкретно с головы. И объясняете ему, что лучшая корона на его голове – это ваш каблук. Да, то есть ему надо признать то, что он подкаблучник. И так будет для обоих лучше, потому что вы умнее. Вот. Поэтому он тут очень сильно переживает и думает, как решить этот вопрос. То есть у него просыпается сексуальное желание, что обычно, да, двигает партнером. Он начинает как-то двигаться. Он очень сильно к вам привязан. Безумно, безумно. Вы на расстоянии на огромном, да, и он бы хотел, конечно, с вас что-то пойметь финансовое. Но сейчас такая ситуация, все прекрасно знают, да, что в России отключен свифт. И вы можете манипулировать тем, что вы не можете переправить ему ни деньги, ни подарки, да. И он как мужчина должен решать этот вопрос. Вот этот вопрос его волнует. Он спрашивает у высших сил совета. Если он, допустим, верующий, то значит, он когда молится, спрашивает, да, хочет получить ответ. Чувствует он себя одиноким, понимает, что вы его совершенно не понимаете. Здесь такой еще момент, что вы отказываетесь поехать на встречу с ним, потому что вы уже были, а он от встречи отказался, да. Сейчас вы на уступки ему не идете, но вы это делаете корректно. Вы сейчас делаете все хитро, умно, да. Да, мужчина тоже боится вас спугнуть, он старается быть любезен, верен, да, так, ласков. У него это, кстати, у мужчин заведено так в роду. Он сильный, мощный, надежный, очень хитрый такой, продуманный. Но при этом, знаете, он к вам очень сильно привязан, поэтому обманывать не очень получается. Очень много он об этом думает, старается вас не выпускать из виду. У него сумасшедшая ревность, он понимает, что вы красоткой нравитесь другим мужчинам. То есть ревность, конечно, его съедает, но он может вам не высказывать это в качестве конфликтов или обвинений, потому что он очень корректно воспитан. Так, понимает, что, конечно, да, надо встречаться. Пока морочит вам голову, знаете, для чего? Для того, чтобы вы разозлились, психанули, дали ему энергию. Болезненные сомнения его грызут по поводу того, что вы свободны и вправе выбирать. То есть вы за него не цепляетесь. То есть у него не получается заниматься вот этим самым абьюзерством. Сейчас у вас начинается отношение с нуля, после какого-то разрыва, да. Он за вами четко наблюдает, старается быть на связи, молит высшие силы, чтобы вы сделали выбор в его сторону. Но при этом ничего для вас не делает. Вот он здесь по дьяволу одержим, у него страсть сумасшедшая, он хочет вас заполучить. Вы такая магически привлекательная женщина, очень красиво разговариваете, очень умная, очень эрудированная, умеете все это так красиво преподнести. А он такой, знаете, властный товарищ, да. Он хочет быть главным, он хочет делать вид, что он решает вопросы. Но при этом, знаете, как бы он и заставляет вас что-то решать, то, что ему выгодно. Сильно обижается он в разговоре с вами, потому что вы за него не цепляетесь. Вот. И знаете, как он еще в доме чувствует какую-то холодность. То есть не только с вами, но и в доме, да. То есть он хочет какого-то тепла, взаимопонимания, но при этом ничего не хочет делать. И понимает, что если он ничего делать не будет, то вы себе другого найдете. Это заставляет его беситься, злиться. Он считает, что если вы судьба, то вы должны принадлежать только ему ни с кем не общаться. А здесь еще месяца 3-4 вот с его стороны будет полнейшее бездействие, да. И вот эти вот слезы сопли с его стороны. Так, удача у него закрывается. Ну, то есть он когда ничего не делает, ничего не происходит, вы тоже делать ничего не будете. Вы уже научены опытом. Все, что он будет делать, это он будет с вами переписываться. То есть работать через переписку. Так, смотрите, здесь такой момент, если он на вас сделал какой-то магический ритуал и думает, что он сработал, он в самом деле не сработал. Вы как были эгоистка яркая, интересная, харизматичная, так и любите только себя любимую. Еще больше ему создаете препятствия и проблем, потому что вы доросли до уровня императрицы, умницы, красавицы. При этом вы можете заниматься каким-то видом спорта, преображаться, омолаживаться, становиться красивее. И он этот факт видит, да. И чем больше вы это делаете, тем больше вы преображаете, тем больше у него под ногами горит земля, потому что он понимает, что вы такая нужна всем. Так, здесь будут какие-то непредсказуемые моменты, да. То есть все прояснится как-то резко, раз и все прояснится. Очень много каких-то разговоров будет по поводу того, что вы не будете сидеть и ждать, пока он там решит какие-то проблемы. Здесь такой момент, что у вас на этой почве будет безумный какой-то скандалище. Он, конечно, никуда не уйдет. Вот. Втайне, втайне он прямо, знаете, будет себя на горло наступать себе, да. По причине того, что он хочет с вами стабильных отношений, ревность сумасшедшая. Он очень фиксированный такой знак. Если он выбрал одну партнершу, он этой партнершей чайной ложечкой выколупает мозг прямо, вот знаете, в час по чайной ложке. Но оставить он вас не оставит. Он будет более мягкий, более такой податливый, но тут гром и молнии, конечно, да. Он будет следить за вами, бояться, что вы себе действительно кого-то найдете, сходить с ума. Оскорблять, унижать вас не будет. Он будет сам страдать от этого всего. Сильный, мощный, надежный. Жаба его душит, да, как бы и денег жалко, и потерять вас жалко. Все время будет маячить на горизонте страхов, сомнений. Все больше и больше после каждого разговора, особенно по поводу разговоров на сексуальные темы. Он считает, что вы звезда, что вы рано или поздно станете его женой. Он планирует с вами брак и семью, да. И он хочет, чтобы вы это осознавали, шли ему на уступки. Он будет как паук плести паутину, вас туда затаскивать. Злиться будет, психовать. А такая черная кошка в темной комнате. Кто погладит, туда уходите, да. То есть вот вы опять от него уходите. И опять он находится в тупике. Ну, то есть вы ему будете сейчас четко уже на опыте ваших отношений выносить мозг правильно. То есть эмоции закончены. Он не знает, по каким правилам играете вы. А вы реально выбрали сценарий игры своей, да. И уже будете четко этому следовать. К чему это все приведет. Так, ну, долгий-долгий период времени. Долгий период времени. На протяжении ближайших девяти месяцев будут небольшие ссоры, конфликты. Он разлюбить вас не может. У него сложный такой выбор. И здесь такой момент, смотрите. Вы будете давить на то, что вам надо срочно родить деток. И вы ждать его не будете. То есть если не он, значит будет кто-то другой для этих деток. Так, у него будут сумасшедшие страхи. Да, то есть как бы, что в конце концов вы закроете отношения, если вы идите замуж. У него такое разочарование, что не получается вам ездить по ушам. Он за своим молчанием будет скрывать свое истинное лицо. А вы будете такая четко, знаете, оденете маску. И будете вести разговоры о деньгах так с позиции того, что ваше время уходит. Да, если тебе нужны деньги, то твои трудности. А мне нужны рождение детей и муж. Так, смотрите. Я бы сказала так, что высшие силы четко будут вести сейчас вас к серьезным отношениям. И вы не поедете в его страну или в его город однозначно. Здесь сработает какой-то ритуал по Вуду. То, что вы хотели, он сработает. Он тут уже начинает работать. Да, и ваша задача, ну, просто как бы общаться и смотреть, как проходит работа. Ваша сила в вашем бездействии. То есть я девочка, я ничего не могу. Я ничего не хочу, да. Так, здесь очень такая большая любовь. Вы даже не будете говорить о вашей любви к нему. Вы будете просто его зеркалить. А он будет бояться, бояться, что вас украдут. И этим самым вы будете им манипулировать. Он будет с ума сходить. Он будет хотеть конфликтов, скандалов, ссор. А вы будете включать такую минскую девочку. Вы вроде бы как идете ему навстречу, ваша игра, да. Но при этом ничего не делаете. Это бумеранг ему за все его поведение, абьюдерское, которое он делал на протяжении нескольких лет. Так, смотрите. Он считает, что вы или его проклятие, или его наказание, или его подарок жизни. Ваша задача, ваша задача. Смотрите, карта вас предупреждает. Ждите, да. Кто умеет ждать, тот получает все. Здесь будет и встреча, и свадьба. И чего не делайте сама. Не помогайте мужчине становиться мужчиной. Он будет все время попадаться на одну и ту же удочку, что если он ничего делать не будет, будет третий лишний в ваших отношениях. Его это будет раздирать на части. То есть вы найдете его ахиллесову петонку, которая заставит его двигаться, да. Будет он принимать решения, будет он все взвешивать. Он будет понимать, что вы королева его сердца, что он к вам безумно привязан. Будет он бороться хитростью, конечно, да. И знаете, им безумно захочется вот эти отношения сохранить. То есть вы у него такая яркая, интересная, которая вот манит, тянет, очень манкая его, да. И вы с ним пошли сейчас на перемирие, но вы будете делать все, чтобы ничего не делать. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.